Я хочу рассказать, что мы едем к Владу. Если помните, я рассказывала про парня, который попал в аварию всей семьёй. Страшно, что авария была почти 2 недели в луфоме. Медико-медико-стопорный. И тут он уже, наверное, 5 дней в сознании. Мы сейчас первый раз к нему едем в больницу. Сейчас я смотрю, как я приготовила ему еды. Взяли мастяшек. Он из моего места, он из моего места. Мы знали, что у него нет совсем никакого аппетита. Мы очень-очень ездим, что-то заставлять кормить. Взяли такие палатные. Которые. У нас вырваны, сказали. Кольчики, да? Ну что, я вам смотрю, он играет. На ногу. На ногу мы собрали хорошо, смотрю. Да, он же колено. Колено? Да там, через колено шти. Мы уже сделали поклонник, перерезали, коленник сразу, а мы там попал ту реанимацию и нарушили. Нарушил, да. Ну это уже частность. Это уже такое. Слышу, как вы, шоу, 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 шоу. Ну, он рассуживает. Да, ну за какой свет? Да, ну за какой свет? А мы вам жену привели. Здравствуйте. Жена, привет. Вы мне жену привели. Вы нашли в коридоре. Прикольный атрибут. Вы нашли в коридоре. Потерялась совсем. На. Ох ты, жена. Коридоры в больнице. Темнота. Подсвети. Обалдеть. Все закрыто. Лифт. Так, ну шо, ребят, приехали мы с Валерой, с мужем моим, с больницы. Такое немножко у меня, у меня темное состояние, с головной болью вернулась. Такое впечатление, что я оттуда забрала. Еще и та головную боль. Еще вот это вот такая больница Рудская. У нас самая большая больница в городе. И там вот такое. Там и раненые, и военные, и обычные люди. Все перемешивают. Мы зашли с Валерой в эту больницу, и там так. Коридоры 50-метровые, без света, темнота. Мы идем так светим телефоном, чтобы видеть, куда идти. Вот. Палаты. Вот эти палаты. Ну, хотя бы тепло. Вот. И в палатах в перемешку люди, которые военные-невоенные. Там у одного, в общем, ампутированная стопа, у второго с рукой, у третьего с позвоночника. Ну, это мы были в отделении политравмы. Ну, и наш этот паренек, который попал в страшную аварию. Вот мы к нему первый раз поехали. Хотя он уже в сознании, наверное, уже дней пять. Ну, если честно, он сразу был в очень плохом состоянии. Я даже не хотела его сильно волновать, потому что ему попало хорошо. Он пока почти три недели был в коме, и мы сделали две операции. Значит, такие были обширные операции. Убирали с головного мозга осколки. Удалили глаз ему. Потому что эти осколки, которые попали в голову, как-то повредили ему там глазной нерв. И там у него заражение пошло. Глазного яблока все удалили. Ну, и в общем, там с ногами у него месиво. Там есть на болтах, там поломано колено, бедренные кости. Бедренная кость поломанная. Только если у меня поломано выше, то есть ближе к тазу, а у него поломано ближе к колену. Ну, так уже садился прямо так уверенно. Да, молодец. Ну и что, я же хотела сильно у него расспросить, как это было в коме. Как, что, ну, что ты чувствовал? А он говорит, что, скорее всего, это то, что он вспоминает, да, говорит, это было, говорит, что, говорит, у него этот глаз, который мы удалили потом. Он, говорит, он с этой стороны, говорит, видел звезду такую какую-то, говорит, ну, лаконичную звезду. И вот эта звезда все время там была с той стороны глаза. Ну, я так думаю, из-за того, что нерв у него был, этот зрительный перебитый, какая-то у него как иллюционация была там. А второй глаз, говорит, я, говорит, как-либо путешествовала где-то по другим странам, не знаю, что он мне в виду. Я говорю, ну, а сам момент пробуждения, выхода из комы, ну, ты же еще не знал, что ты в аварию попал. А он говорит, да, говорит, я почнулся, так не понял, говорит, что у меня нога замотана, говорит, и что оно там все сжет у меня, почему у меня, говорит, голова так болит, голова окружения. Ему долго не говорили, что ему удалили глаз, вот. Вообще, он не помнит неделю до аварии, саму аварию он не помнит вообще. Ужас, конечно, как правильно говорят, не зарекайся от тюрьмы от сумы и также не зарекайся от того, что ты можешь стать больным человеком, инвалидом. Вот тут ты вчера только танцевал, позволял себе все, что хочешь, занимался своими делами, а тут ты уже приколок в постели. Я думаю, он пойдет на поправку, конечно, плохо, что он лишился глаза, у него и так зрение плохое. Еще у тебя нет зрея у одного глаза и тем более, что у него работа связана с компьютером. Он целыми днями на работе, то есть он вычитывал очень много текста. Но сказал, что на работе за ним сохранили пока его рабочее место и поддерживает его деньгами. Мы там что-то собирали и там, короче, был такой для него сбор денег со всех сторон. В общем, хотя, наверное, этих денег не сильно так там. Жена ему говорит, что я же спрашиваю, говорю, как же пока он был в коме, как его кормили, потому что он так и исхудал хорошо. Она говорит, что ему капали глюкозу и белок. Говорит, баночка белка на один раз, я не знаю, что такое белок, капать. Говорит, что баночка белка стоит 900 гривен. А он такой, ну, шикник. Говорит, а вот почему вы меня сейчас оставляете есть, чтобы мне не капать такие дорогие лекарства. А он, правда, я ему приготовила покушать там пирожечку, фрикадельки там скупили с Валерой. Ему всякие соки, кашки, ну, такое. А он говорит, у меня так тошнит такого окружения, говорит, я не хочу есть. Ну, пришла его жена и заставила несколько ложек съесть. Вот это он такой едок. Ну, меня что, удивляет, что человек, при том, что ему хреново, там, болит всё. Вы понимаете, что такое голова болит. Когда голова болит, уже даже это, да, даже если ты здоровый полностью по телу, то ты ничего не можешь делать, ты не можешь соображать ничего, плохо тебе. А он ещё и шутит. Говорит, вот я скоро приду там на карате, это ж он с Валерой. Валера его учителем был, он тренировал старшую группу, она с сыном своим малым. А он говорит, я там, там, ну, у него на ноге, как ортез такой сейчас одетый, ну, там, в шурупы, что-нибудь там, всё такое. Говорит, и я оттуда, говорит, один саморез, второй, говорит, там, палку металлической туда вытащить, там, туда-сюда и метать там металлической ногой буду. Там какие-то кики-делочки, как их там их называют, не знаю. В общем, удары будет делать ногами своими металлическими пластинами. Ну, конечно, обстановочка такая, один стонет лежит рядом с ним, у мужчины, я так поняла, там, что-то с позвоночником нет одного позвонка. И он бедный стонет, всё время стонет от боли, ему сделали укол, он всё равно стонал. Второй там с ампутированной стопой лежал, третий там с ампутированной рукой, господи. Ну, я вам скажу, что я, когда сколько раз уже пролежала с ногами своими в больнице, вот особенно, когда после операции, когда ты ещё не ходишь, когда ты приколен к постели, так хочется, чтобы к тебе кто-то пришёл, поддержал тебя. Да, и он тоже, ребята, спасибо, что пришли, молодцы. Вот, приятно, что кто-то о тебе заботится, кто-то спрашивает, как ты себя чувствуешь. А не так, что все бросили, и всё. Да, я помню, ко мне даже девчонки приходили с работы моей, с работы, те, с которыми я только общалась по телефону, ну, там мы же как бы по квартирам между собой, те, кто сдают квартиры, общаемся. Ну, мы так особо никого не видим, так, только по телефону, там, в переписках, аватарки видим. И девчонки ко мне приходили, там, приносили всякие передачки, там, так приятно было, так приятно. Когда ты людей видишь только по переписке, вот, и они тебе в живую приходят в больницу. А есть такие, которые, вроде и друзья, и там, кумовья, и ни разу не пришли, и не проведали, и даже не позвонили. А некоторые забили вообще, сбежали от моих проблем. Короче, никому не надо, наше здоровье нужно только нам. Так что, заканчиваю эту больничную тему. Не надо никому туда попадать, пусть мы будем здоровые, жизнерадостные, улыбающиеся, без проблем. До самой старости, до самой смерти, чтоб мы были здоровые, счастливые и активные. Все, пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok